Платить за коммунальные услуги с 1 июля будем значительно больше, аж на 10,5% приказ уже подписан губернатором. И это еще не все. 10,5% некая усредненная цифра. По отдельным категориям рост тарифа будет еще выше. К примеру, тепло прибавит почти 17%, электричество 9%, вода 15%, а вывоз мусора 7%. В прошлый раз коммунальные платежи индексировались в 2022 году. А сейчас одновременно с Красноярском тарифы повышают по всей стране. Так, самый большой скачок будет в Забайкальском крае, Омской области, Республике Северная Осетия до 15%. В Москве коммунальные услуги стали дороже на 11%, в Санкт-Петербурге почти на 10%. Ну а мы сегодня решили спросить красноярцев, что они думают об индексации и не пробьет ли она брешь в семейных бюджетах. Как может расти это? ЖКХ пенсия не повышается. Как жить-то дальше? Я не пойму. Что поделаешь? На самом деле, я думаю, наверное, это все-таки связано с тем, что все равно у нас такая ситуация сейчас в стране, ну сами понимаете, да, и финансы, я думаю, не помешают. Как бы ни было, все равно платить-то будешь? Не хотелось бы больше отдавать из своего бюджета и хотелось бы эти деньги куда-то в другое русло отправлять, чем на ЖКХ. Дорого будет, еще дороже. А у нас очень большие пенсии у пенсионеров. И этим все сказано. Мусор как валялся, так и валяется. Вот я живу где больница железнодорожная, там вообще у нас горы, залежи мусора лежат. Никто это не вывозит. А за что деньги берут? Я, честно говоря, живу в новом доме, у меня как-то проблем нет. Вроде как все работает нормально, стабильно. Лишних утечек воды нет. Плачу как бы, как плачу по факту. Но, конечно, когда поднимают тарифы, это не очень приятно, честно говоря. Специалисты уже посчитали, средний процент роста тарифов оказался выше уровня инфляции. Более того, повышение повлекут за собой и рост стоимости потребительской корзины. Продолжение следует...